О развитии конкретного населенного пункта шла речь в среду. С рабочей поездкой глава региона Игорь Кошин посетил село Несь, а по ее результатам дал ряд поручений своему заместителю, курирующему агропромышленный комплекс. Речь в первую очередь идет о развитии малого предпринимательства в рыбном промысле. Местные рыбаки промышляют навагой и корюшкой. Одни для собственных нужд, другие более предприимчивые, добывают рыбные ресурсы в гораздо больших объемах, и сбывают их в соседний Мизенский район по 70-100 рублей за килограмм. Такой рыбный промысел не совсем законный и может обернуться последствиями для местного населения. Чтобы задействовать ресурс Канина для его же развития, поставить промысел на серьезный поток и зарабатывать на этом деньги, необходимо выстроить систему, понятную и привлекательную для сельского жителя, наладить конкретную, а не случайную схему сбыта, так как транспортная логистика между селом Несь и Мизенским районом достаточно удобная, и зимник держится до конца апреля. Кроме того, необходимо строительство рыбоприемного пункта в районе Неси, который мог бы стать опорным кустовым центром и для соседних поселений. Село сможет развиваться только в том случае, подчеркнул Игорь Кошин, если люди будут заняты в каком-либо производстве – традиционном оленеводстве, молочном животноводстве, рыбодобыче, овощеводстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, работах по благоустройству, в народных промыслах и так далее. Только производство потащит за собой паровозом и инфраструктурное развитие села, и стройки, и социальную составляющую. Ещё один очень важный фактор для комплексного развития сельских территорий – это развитие предпринимательства, которое может и должно занять в поселениях соответствующие ниши в сельскохозяйственном производстве, бытовом обслуживании населения, туристической сфере. Конкретные предложения поступили от главы Канинского сельсовета Галины Варницыной. Она считает, что для развития села и наращивания мясоперерабатывающего производства необходимо построить цех по оболовке мяса, тем более, что в ближайшее время здесь будет сдан в эксплуатацию новый убойный пункт. Особо первичная переработка всё-таки осуществлялась на нашей территории. У нас достаточно большое население, и есть, так скажем, куда потом это мясо реализовывать. Смыслов в перевозках туда-сюда-обратно я как бы не вижу. На это предложение глава региона Игорь Кошин порекомендовал сделать необходимые, но взвешенные расчёты. Нужно понимать экономическую выгоду от любого начинания. Ирина Цептова, Телеканал «Север».